доброе утро дорогие друзья наконец-то выбралась я в этот хотел сказать магазин салон красоты стиль к своему любимому мастеру мария конечно нужно покрасить волосы но это сделает моя дочь не очень хорошо получается я здесь уже наверное месяц не было а может быть и больше короче сейчас пройдемся с вами по нашему парку погода у нас прекрасная я одела свое пальто без рукавов по идее светланы волкодав релакс ой сколько детворы играет на площадке и хочу вам напомнить показать может быть кто-то свяжет кому нравились мои вязальные видео когда-то я много вязала на садик вышел вот есть подробный рассказ об этом пальто конечно не по петельной не могу понять котик спит котик в траве спит может быть вы свяжете я про то что модели светланы волкодав никогда не выходят из моды никогда вот уже прошло наверное да я уже два года в чиплы гене наверно года четыре этому пальто она все все в тренде сейчас где-то поставлю новую эту селфи палку вернее и покажу себя во весь рост может быть кому-то понравится найдете мои эти видео по моему есть плейлист по моему я называла его релакс там есть много нюансов много подводных камней на первый взгляд кажется очень простое вязание но не совсем там все так просто вот но я сейчас попробую примостить где-нибудь как-нибудь поймать красивый фон вот наверное вот здесь и показать вам себя во весь рост и Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, мастер-класс на эту сумочку у меня есть Сумочка из Арафии Пишите, кому нужен Пишите мне в личку Ну, а пальто в свободном доступе, повторюсь Подробный мастер-класс есть Дети меня эти преследуют Смотрите, какая Обожаю вот эту опавшую листву Пошуршать ногами Послушать Это Пение Опавшей листвы Осень, друзья Ну, стоит Просто великолепнейшая погода Вчера мы с Лешиком Трудились Я не знаю, в какой отрывок, отрезок Я вставлю эту часть в видео Может быть, до или после Вчера мы хорошо поработали Прокультивировали огород Вот еще идут детки Вот, по-моему, школьники А может быть, и детский сад Не знаю Березоньки стоят Красота Вот оно, наше Подрастающее поколение А вы говорили, что У нас нет народа и нет людей Где ваши люди, где ваши дети У нас очень много детей в городе Очень много Несколько детских садов Я не знаю, сколько школ Но у нас все хорошо с этим А я сейчас пройдусь Ой Начинают уже золотеть листва Обожаю эту золотую пору Обожаю Этот Даже запах костров Мне нравится Вообще мне здесь очень нравится Какое-то умиротворение Покой В общем, мечты сбываются Я в этом уже убедилась Что еще из новостей Дня два назад или три Я отловила все-таки Дымаря И Съездили мы к Наде И кастрировала его Но Когда занесла его домой Поняла, что Этому котику Будет сложно адаптироваться В домашней среде Кот все-таки уличный Очень здоровый Хороший Мощный Помните, здесь дом стоял Горелый Все разобрали Все разобрали Поставили забор Все хорошо Ну, я вставлю там Про дымаря В отдельном видео Расскажу Ну, а я пришла Вот к Шуре Сейчас, может быть Куплю Дымку И домой Доброе утро, друзья Ну, что Делюсь новостями Сегодня утром Пришел ко мне Дымарик Вот Не стала его кормить Потому что Были Планы Его Кастрировать Взяла на руки Пошла его купать Одела фуфайку Резиновые перчатки Думаю Все меня Исцарапает Нет Кричал он Благим матом Конечно Своим Басом Но не царапался Вел себя в ванной Отлично Накупала Его Высушила Позвонила Наде И поехали мы Надя его Осмотрела Здоровый котик Года 3-4 Ему Она сказала Очень мощный Здоровый Сняла Посев с ушей Клещей Даже нет У него Небольшой Отит Надо будет Купить Какие-то Капельки Для детей Для ушей И прокапать Небольшой Говорит Я сказала Ей Вот здесь Вот у него Вот сейчас Шерсть Выросла Посмотрите Внимательно Нет Говорит Никаких Лишаев Ничего Ну Единственное Что Вот его Конечно Надо Проглистогонить Глисты Конечно Обязательно У него Есть Без этого Никуда Но Блох Нет Клещей Нет Теперь Котик Стерилизованный Так что Друзья Особенно Чеплыгинцы Кому Нужен Красивый Чистый Уже Стерилизованный Кот Пишите Мне В личку На Мон69 Инбокс Точка Ру Либо Под Каким-то Видео На Канале Очень Хочу Пристроить Этого Котика Сами Понимаете Своих У нас Уже Пятеро Это Очень Хороший Очень Хороший Красивый И Умный Котик Сейчас Он Начнет Отходить Вот Покормлю Его Ну и В доме Конечно Оставлять Я его Не смогу Поймите Меня Правильно Вот Оторет У меня В ванной Закрыт От Моих Котов Пошла К соседу Смотрю Машина Возле Двора Стоит Говорю Дима Отвези Меня Куда В клинику Говорю Кастрировать Хочу Да И Вообще Посмотреть Чтоб Надя Смотрела Что Что С котом Здоров Или Что И Дима Меня Отвез Вас Подождать Я Говорю Ну Если Можно Подождал Привез Вот Так Вот Друзья Делаются Добрые Дела И Все Возвращается И Хорошее И Плохое Да 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 Ну Что Ты Рычишь Что Да Я Понимаю Что Сейчас Тебе Плохо Ну Ничего Будет Все Хорошо Так Что Очнулся Надя Сказала Очень Сильный Кот В Последний Момент Когда Он Уже От Укола Стал Отходить Как Он Зарычит Как Кинется В Последнюю Секунду Бежать Я Говорю Надя Что Это Такое Она Говорит Ну Это Вот Он Не Сдается Говорит Очень Сильный Кот У Него Лапы Посмотрите Какие Мощные Да Да Он Вообще Сам Сбитый Такой Да 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 Не Ругайся Не Ругайся Так Что Друзья Очень Буду Благодарна Вам Во-первых За вашу Помощь Кто Может Можете Пойдешь Только Не Под Стол Там Да 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 Иди Вон В ту Сторон Иди Туда На Солнышко Да 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 Посиди Немножко Сейчас Отойдешь Я тебя Покормлю Роял Канином Чтоб Ты сил Набрался Пошел Попер Попер Моня В шоке Да Моня В шоке Пошел Пошел В общем Три-четыре года Этому котику Сейчас Он отойдет Быстро Покушаем Да Да Мой сладкий Да Так что Вот Хорошо Иметь Вот Таких Соседей Которые Придут На помощь И вообще Людей Рядом Добрых Что К мискам Пошел К мискам Пошел Да Кушать Хочешь Но я тебя Не кормила Да Я знала Что Нельзя Кормить Перед уколом Будешь Будешь Ворвать Ну что Посмотрите Друзья Какой Хороший Котик И теперь Уже Стерильный Котик Котик Еще Пьяный Еще Пьяный Еще Лапа Он еще Не высохла Не досушила Я его Феном Сушила Да ладно Что Не поймешь Где оказался Никогда Не был В домах Никогда Как он Вообще Выжил Столько Лет Три Четыре Года На улице Друзья Блох Нет Клещей Нет Как Как Вот Он Выживал Я вообще Честно Говоря Немножко Удивлена Здесь У меня Лук Стоит Это Мы С дочерью Еще Раз Лук Перебрали Здесь Отобрали Прям Очень Хороший И Вот Среди Того Что Перебирали Изначально Уже Ну Были Испорчены Так Что Пересматривайте Ваш Лук Несколько Раз Иначе Вот Эти Испорченные Испортят Еще Много Ну Ну Что Что Дымарик Не поймешь Не поймешь Где ты А В шоке Да Небольшом Еще Лапы дрожат Отходняк Отходняк Ну Ничего Все Будет Хорошо Да Все Будет Хорошо Ты Молодец Из Дикого Превратился В Домашнего Чистенького Здорового Да 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 Марик Моня Шипит Да 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 Что Дымарь Это я Не узнаешь Так Смотрит Дымарик Надя Дай Бог Здоровья Зелана В половину Дешевле Чем Это Стоит В общем Я Очень Очень Ей Благодарна Здесь Я Его Укрывала Их Морозит После Отходняка Ну Что Там Себя Увидел На Солнышке Полежи Полежи На Солнышке Погрейся Видите Весь Дрожит Это Отходняк Ты Мой Сладкий Ты Мой Маленький Моня Не Рычи Что По тарелочкам Пошел Водичка А там Еда Неужели Кушать Будет Ой Смотрите Пошел Кушать Обалдеть Вот Такой Ты Голодный Представляете После Укола Обычно Кушки У нас Тогда Маруся Чуть ли Ни сутки Не ела И Шпулька Тоже А этот Он Какой Сильный Пофигу Ему Этот Укол Этот Наркоз Он Наворачивает Ну Конечно Этот Корм Не Такой Корм Очень Дорогой Дымарь Я Это Бездомным Конечно Не Роял Канином Кормлю Ну Тоже 250 Рублей Килограмм У нас Вот На Развес Корм А это Вообще Обалдеть Ну Набирайся Набирайся Главное Чтоб Тебя Не рвало Очень Рада Друзья Что Он Здоров Практически Он Здоровый Кот А Тебя Так Мы Снимем Ушной И Ту Надя Сказала Там Совсем Чуть Может И Сам Пройти Это Поняла Но Лучше Прокапать Клещей Нет Блох Нет Лишаев Нет Ничего Нет Стерильный Кот Кушай Кушай Собрала Вчера Вырывала Перец Ну И Собрала Вот Такие Прям Меленькие Такие Такие Невзрачные Приехал Лешек И Сейчас Будем Культивировать Землю Ну Естественно Все Надо Убрать Пока Там Лешек Стол В терраске Стол Пауком Крепит На новое Место Я же Открутила Саму Полку Открутила Крепление Крепление К ней Не Не Смогла Открутить Там Специальные Насадки Нужны Были Вот Лешка Там Занимается А я Здесь Пока Время У него На подхвате Там Нужно Придержать Чтоб Уровень Сделать Режу Вот Перчик Вот Друзья Он Невзрачный Какой же Он Вкусный Что Значит Выращен На своей Земле Своими Руками На своем Огороде Сейчас Дорежу Потом По пакетикам Все это Разложу Порционно И Вот Добавка Суп Делаешь Достал Морковку Мы уже Приготовили Теперь Вот Перчик Тоже Так же Разложу И Вот Вам Готовая Поджарка Можно Не только К супам Можно Потушить И добавить Там Картошечку Тоже В общем Немножко Но Свое А зимой Это перчик До 300 Доходит Вот Ну в этом году Конечно у меня Меньше урожай Перца Чем в том Но все равно Я Лечи Закрыла Вот Заготовочка Есть И так Кушали Фаршировали Вчера Кстати На скорую руку Так Хорошо Приготовила Перчик Лешка Ждала Целый день Работала А заготовочка Была Фаршированного Перца В морозилке Достала Открыла Свой томатный сок Быстренько Тынь-тынь Готово Даже Ничего Можно сказать Вчера Я не готовила А ужин Был готов За Буквально Там Полчаса И то Полчаса Готовила Плита Так-то Я поставила За одну минуту Ну а я решила Еще Сыпничков Сделать Порадовать Лешика Значит Здесь у меня Полкило Домашнего Творога Который Я делаю Из Домашнего Молока Из Подлюбимой Коровки Значит Здесь Два Яйца Вернее Одно Яйцо И второе Яйцо Я белок Убрала Желток Одна Столовая Ложка Сахара И Соль По вкусу Ну в щепотка Ложек Наверное Четыре Пять Манки Положила Вот здесь У меня Манка И оставлю Сейчас Это все Постоять Чтоб Манка Разбукла Ну а дальше Просто Обваляю Стаканчиком Сделаю Форму В общем Покажу Как я это делаю Вернее Я уже Показывала И обжарю На медленном Огне На растительном Масле Вот Надо За сметаной Еще Сходить В общем Здесь Нет муки Нет соды Друзья Ну а у нас Тут такая Картина Коты Соскучились По Лешику Вчера Показываем Все Пакетов Шебы Привез Вкусняшек Всяких Лешик Уже Весь В работе За один День Очень Много Нужно Успеть Вот Вот Там Там Вымеряет Будет Будет Вырезать Ну а я Еще Еще Одна Еще Одна Пришла Шпулиндра Ой Дышите Окошко Открыла Сегодня Включала Я Отопление На ночь Прохладненько Было Вон Смотрите Как Далихоз Ой Далихоз Фацелия Зацвела Пчелки Там Гудят Запах Опять Аромат Пойдет Она Очень Так Это Ярко Пахнет В общем Друзья Мы все В работе У нас Сегодня Очень Насыщенный День Надо Много Успеть Ту Работу Которую Я Не Смогу Сделать С Болгаркой Боюсь Работать Ну а Здесь Уже Прикрепил Стол Полку Сейчас Я Протру Флюшек Я заварила Кофе Попьем С тобой Да Вот Стало Удобно Ну Здесь Регулируется Видите Как интересно Вот такие Кронштейны Это я Еще В Москве Вобе Покупала И Можно Регулировать Высоту Стола Ну вот Сейчас Поставили На самую Максимальную Высоту Чтобы Можно Было Открывать Бак С водой Когда Воды Нет У нас Здесь Стоит Вот Такой Бак И Мы Пользуемся Сейчас Вам Хочу Показать Сколько Морковки Я Наморозила Вот Здесь Полная Морозилка Перезимуем Прям Как Апельсины Лежат У Дочери Наверное Целый Ящик Вот И Еще В Ларе У Меня Тоже Морковка Немножко Есть В В общем Мешик Опять Привез С С Чечом Вкусненький Батончик Вот О чем Я Говорила Вчера Нафаршировала Я Перчик Прям Покажу Вам Какая Это Вкусняшка Все Своё А вот Арбузик Лежит Это Анечка Шла По дороге Ко мне Подошла Ко мне Какая-то Женщина Говорит Возьми Арбуз Ну Я думаю Что это Нина Как раз Дом у нас Продается На улице Она Продает Её Муж Умер Хочет К детям Туда В Краснодарский Край Так что Вот Это Давно Уже Было Я Ждала Алёшика Чтобы Нам Всем Попробовать Втроём Вот Этот Соседский Арбуз Друзья Снимала Снимала То ли Не дожала Что-то Не знаю Короче Не записалась Видео Так Жалко В общем Нажарила Я Сырничка Сделала Сахарную Пудру В Комбайне В Блендере Я раньше Делала В этом В кофемолке Сломалась Кофемолка Не работает Вот С Лёшиком На перекус Алёшик Там Пилит Плитку Пойдёмте Посмотрим Что там Происходит У Лёшика Лёшик Здесь Меряет Карандаш Точит И Там Уже Напилял Плиточек Мне останется Их только Уложить Вот Здесь Четыре Плиточки Тут Фигурный Выпил У него Был Под Поребрик И Вот Здесь Уже Лежат Мне Нужно Потом Песочка Досыпать Взять Цементик И Всё Здесь Это Уложить Лёшик Привет 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 А вы Птетки Будет Ты же Массандру Вчера Привёз Я вам Сейчас Покажу Как По второму Кругу Зацвела Фацелия Пчёлки Летают Вон Она Видите Трудится Офигевают Как это Лето Что ли Заново Началось Ой Тут Их Много Ну Ещё Зацветёт Ещё Погодка У нас Будет Стоять В общем Красота Очень Хорошая Погода Стоит Я говорю В этом году Нам погода Помогает Прям Всё Лето Помогает И Дожди Пошли Вовремя Мне некогда Было Поливать Дождик Поливал Вот Лёшек Занимается Здесь Фигурным Выпилом Ну А мне Потом Укладывать Мы тебе Подготовим А ты Да Небо Голубое Голубое Вчера Я так И не доделала Чуть Чуть Не доделала Здесь Работу Я вам Говорила Вот На один День Да Нет Ещё На два Дня И ещё Не хватило То есть Здесь Вот Эта Выемка Грунта Где-то Дней Пять У меня Заняла Но Осталось Прям Совсем Чуть Чуть Вчера Я очень Уставшая Была Да Ещё Лёшека Нужно Было Встречать Нужно Было Немножко Приготовить Там Перчик Я готовила Ну Там По дому Кое-что Сделать Вот Думаю Куда Торопиться Погода Стоит Успею Вот Такая Площадь Посмотрите Здесь И культивировать Не буду Скорее Всего Здесь Посажу Чеснок Вот Всё Подравнялось Конечно Склон Есть Но Всё равно Уровень Поднялся Здесь Было Резщее И Дорожка Здесь Была Прямо Так Дорожка А потом Вот так Можно было Упасть Всё Стоит Ямы Я Позасыпала Ну И Земелька Обновилась Всё Хорошо Кстати Ещё Я не Весь Перец Вырвала Ещё Будет Перец Ещё Нарежу Тут Прям Хорошие Перчинки Ещё Висят Ой И тут Какой Я даже Его И не Видела Надо Же Вот Так Что Ещё Нарежу Сегодня Соберу Помидоры Черри Вчера Я собрала Ещё Огурцы А здесь Вот Сейчас Соберу И Ещё Салатик Покушаем Вот Сколько Здесь Видите Уже Помидор Нет А черри Есть Это Вот Те Которые Самосевом Здесь Выросли Вот Это Один Куст Представляете Какой Он Раскидистый А А Ты Ждёшь Чтоб Не Шуметь Вот Здесь Ещё Перчик Ну И Мне Останется Сейчас Выйду Вот Соберу Тыквы Вот Кабачки Жалко Коровку Кормлю Видите Тут Лежат Они Мне Уже Не Нужны Но Коровки Даю Ладно Не буду Я их Убирать Прокультивируем Вот Здесь Вот Всё И К Зиме Будем Готовы Останется Высадить Чеснок Вчера Вот Здесь Я Собрала Штучек Семь огурчиков Они Ещё Здесь Представляете Живут Какие Какие Эти Ночи Холодные Вон Лежат Ещё Может быть Вырастут Но Я Здесь Вчера Собрала Семь штук Аня Была Удивлена Мам Как у тебя Магазин Близко Находится Как Магазин Сходила Я говорю Да Вот Видите Какая Площадь Получилась Да Ещё Я Вчера Перетащила Ванну Теперь У нас Будет Собираться Наша Вода А не Соседская Вот Её сюда Установила Я вам Показывала Вот Там Труба Которая Выходит На крышу Вот Здесь Вода Сливается А Отсюда Я Её Убрала Вот Это Мне Ещё Нужно Будет Предстоит Убрать Не знаю Куда Эти Рамы Деть Не знаю Куда Эти Пристроить Но Выпидывать Пока Не буду Вот Так Что Потихонечку Всё Движется Так Ну Ладно Пойду Переодеваться И Работать Кстати Здесь Лёшек Приделал Вот Этот Стол Полку Этот Стол Полка Меняет Высоту Я Как-то В Москве Ещё Давным Давно В году 2000 Там Каком-то Лохматом Покупала Вот такие Кронштейны В обе Вот Вот эти Вот Пазы В них Вдевается Полка И Можно Высоту Всё Солнышко Диск Затупился Пойдёшь За диском Я сейчас Посмотрю У меня там Я привозил Ещё один Есть Посмотрю Как он Вот И теперь Можно Удобно Открывать Здесь Запас воды У нас И Максимально Подняла Я полку Но её Можно Опустить Зато Здесь Теперь Очень Удобно Открывать Чтобы Взять Воду Если Нет Воды В кране Сейчас Я Протру Эту Полочку Конечно Тут Надо Навести Порядочек Но Стол Уже Вот На Месте Друзья Решила Показать Вам Свой Урожай Тыквы Если Вы Слышите Какие То Звуки То У Нас Стоит Хорошая Погода Естественно Люди Стараются Что-то Сделать Дома Вот Посмотрите Какая Гора Тыквы Буду Делиться С соседями Буду Спрашивать Может Кому-то Надо Потому Что Нам Это Конечно Не Одарить Хочу В этом Году Попробовать Сварить Тыквенное Варенье Или Сделать Цукаты Но Все равно Это Очень Очень Много Я Не знаю Сколько Здесь Килограмм Вот Вот Так Освободилась Уже Земелька Там Где Росла Тыква Она Росла Даже На ветках От Яблони Которую Мы Спилили Вон Видите Но Я Уже Не Стала Срывать Зачем Мороз Ударит И Все Даже Вот Здесь Срывала Тыкву Так Смешно Висело Надо Было Заснять Но Ленее Было Ити В дом Лишний Раз За Камерой Вот Смотрите Сколько Здесь Ботвы От Тыквы В компостной Яме Это Все Потом Усядется Морозец Ударит И Все Все Сядет Вот Я Туда Уже Два Года Складываю Потом Буду Брать Оттуда Удобрения Перед Дной И Пользоваться Хочу Поделиться Своими Мыслями Может Быть Кому То Не Пригодятся Я На самом Деле Не Утверждаю Но Похоже На То Помните Я Говорила Про Вот Этот Сорняк Который В этом Году Заполонил Весь Огород Это Вот Американка Вроде Как Соседка Наводила Умную Камеру Ей Выдарила Что Это Сорняк Американка Друзья Я Увидела Семена Этого Это Послен Это Обычный Послен Который Из Которого Я Варила Варенье Так Вот Занесла Этот Сорняк Я Сама Сейчас Подожду Пока Лешек Там Перепили Плитку Вон Он Пилит Смотрите Какая Пилитка Идет 70 Плиток Надо Перепилить Ладно Каким образом Занесла Здесь Этого Сорняка Не было Первый Год Не было Пока Я не Посадила Рассаду Послена На Варенье И Потом Этот Сорняк Появился То есть Ягодки Послена С той Рассады Которую Я Собственно Ручно Посадила Видимо Клевали Птички Ну Понятное Дело Какали И Разносили Таким Образом Семена Я думаю Что это Так Потому что Вот В первый Год Такого Не было Так что Будьте Осторожны С посленом Конечно Варенье Вкусное Все Это Понятно Но Сейчас Бы Я Просто Не Сажала Если Бы Я Знала Что Весь Огород Будет В этом Послене То Я Бы Его Не Сажала Договариваю Здесь Спряталась Потому что Там Очень Шумно Работает Болгарка Но И Заодно Показываю Вам Лешика На самом Деле Лешик Очень Не Помогает А то Вы Там Пишите Все Сама Все Сама Нет Друзья Просто Лешину Работу Иногда Скажем Не Очень Видно Как Он Говорит Все Фасадные Части Всю Красоту Видно А Лешину Работу Не Видно Так Вот Я Вам Говорю Что На самом Деле Очень Очень Много Лешиной Работы Той Работы Которую Я Не Сделала Бы Так Что Лешенька Громаднейшее Тебе Благодарю Ну А Насчет Послюна Думайте Напишите В комментариях Как Вы Считаете Мои Предположения Правильные Или Это Просто Совпадение Но Я Думаю Что На Самом Деле Это Так Потому Что В Первый Год Послюна Не Было Вот Этого Сорняка Сорняка Сорняка